При населении в полмиллиона человек ежегодно Сочи посещают по 6 миллионов туристов, две трети из которых приезжают на курорт летом. Растут и доходы, однако большая их часть идет владельцам отелей, ресторанов, развлекательных объектов. Санаторно-курортная отрасль является для городского бюджета формирующей, однако налоговых поступлений недостаточно, чтобы в полной мере покрыть издержки на содержание дорог, зон отдыха, природных достопримечательностей и инфраструктуру ЖКХ. А именно на них в разгар высокого сезона нагрузка возрастает многократно. И здесь уверены сочинские власти, курортный сбор, обведение которого сейчас говорят на федеральном уровне, мог бы стать хорошим подспорьем. Мировая практика свидетельствует о том, что устанавливается некий сбор, за счет которого и компенсируется доходная часть муниципалов, для того, чтобы они могли создать для этих миллионов граждан те условия, которые по большому счету они хотят введить. По мнению специалистов, курортный сбор может принести в бюджет Краснодарского края более миллиарда рублей в год. И Сочи, как крупнейший курорт, может рассчитывать едва ли не на половину этих денег. Их можно направить в том числе и на развитие пляжей. И здесь очень важно, чтобы у властей курорта в принципе была возможность этими зонами для купания распоряжаться. Потому что на сегодняшний день далеко не все они находятся в ведении муниципалитета. А разница есть. Городские пляжи стали гораздо более комфортными. Их регулярно расширяют и благоустраивают. Причем делают это арендаторы, которые поставлены в жесткие рамки. Роман Донец, директор одного из муниципальных пляжей, говорит, работают, не покладая рук. Постоянная уборка у нас происходит, то есть никакого мусора. Обеспечение безопасности происходит следующим образом. У нас на один пляж приходится два спасателя. Один находится на вышке, второй осуществляет деятельность и контроль на воде. Вход в воду, крупные камни убирались, рассеивались, чтобы был более комфортный вход в воду. А вот, например, на пляже Фазотрон в микрорайоне Мамайка дела обстоят куда хуже. Морское течение съело едва ли не половину берега. На волнорезе торчат железные скобы, а люди вынуждены спускаться к воде по узкой металлической лестнице. Говорить о безопасности отдыха, отмечают представители мэрии, здесь не приходится. Но это федеральный пляж. Арендаторы или собственники таких прибрежных территорий зачастую находятся не в Сочи. И администрация курорта чаще всего вообще не может найти собственника. Не говоря уже о том, чтобы заставить его благоустроить пляж. Учитывая, что, как правило, на таких пляжных территориях контроль достаточно слабый со стороны арендатора, постоянно, в том числе благодаря человеческому фактору, возникают сложности и в безопасности на воде, и в антитеррористической безопасности, и в качестве уровня сервиса. В администрации курорта уверенно исправить ситуацию можно. Для этого необходимо все пляжи передать в ведение города. Но это процесс длительный и кропотливый, и целый ряд политических решений предстоит рассматривать уже за пределами Сочи. Впрочем, работа в этом направлении уже началась.